Печально, но на бумаге у нас не только нерадивые родители. В каком-то смысле, все наше общество тоже на бумаге. Вот еще не так давно украинцев было 52 миллиона. 20 лет назад официально стало уже 48. А сколько сейчас? Всего 42 или уже 32 миллиона. Утечка мозгов и рабочих рук достигла уже просто катастрофических масштабов. В одной только Польше устроились больше миллиона украинцев. И уже несколько лет наши соотечественники в лидерах по числу полученных в Евросоюзе видов нажительства. Почему в Украине боятся проводить перепись населения? И что могут сказать реальные цифры? Инатомина продолжит тему. Небольшое село Тавтры в 40 километрах от Черновцов. Здесь нет заводов, ни фабрик. Заработать можно, лишь занимаясь сельским хозяйством. Живут тут полторы тысячи человек официально. Но реально не больше тысячи. Ведь треть за границей на заработках. Едут все. Мужчины и женщины. Молодые и не очень. Из числа процедуального населения почти половина перебывает за межами Украины. В основном это на подзаработках. Женщины работают уборщицами, мужчины строителями. Галина Васильевна – педагог с 30-летним стажем, заведующая детским садом. Но чтобы выжить, должна искать дополнительный заработок. Дважды в год берет отпуск за свой счет и едет в Германию. Убирает в квартирах. Это, естественно. То, что там можно заработать, то тут далеко. Там можно за день-два заработать свою месячную зарплату. В Западной Украине заработчане – это массовое явление. Почти в каждой семье кто-то зарабатывает за границей. Вот, к примеру, Львовская область, Самборский район. Тут тоже поездками в поисках лучшей жизни не удивишь никого. Это вам про государство рассказывать? Нет. Потому что нет работы. Едут до работы заработать деньги. Точно оценить масштабы трудовой миграции невозможно, ведь многие уезжают нелегально. По очень приблизительным подсчетам от двух до семи миллионов украинцев. Польша уже вышла на первую сходинку за кількостью украинских трудовых миграторов среди зарубежных краин. Долгий час все первое место отримывала Российская Федерация. Было недавно поведомлено, что Чехии вдвече сборщили квоту для украинцев. А на самом деле кількость украинцев у Чехии перевищает не только ту квоту, что была, но и эту новую квоту ну, принайменно, в кілька разів. Причем за границу едут все. И люди рабочих специальностей, и программисты, и врачи. Словом, те специалисты, которой так не хватает Украине. И те, кто мог бы платить налоги своей стране. Миграция резко сокращает работающее население в Украине. То есть у нас, по большому счету, на сегодня каждый работающий тянет на себе из своих налогов пенсионера и тянет на себе, грубо говоря, полтора льготника. Потому что льготника, повторю, у нас 18 миллионов. Мы уже официально считаемся стареющей нацией. Страной, где смертность превышает рождаемость. Еще 20 лет назад, после последней переписи населения, нас было 48 миллионов. Сейчас, по приблизительным подсчетам, на 4 миллиона меньше. Чисельность населения Украины зараз складає 42,2 миллиона осіб. Это без врахувания Крима и Севастополя. Но и эти данные уж очень оптимистичны и не учитывают наши реалии. Сколько же украинцев на самом деле? Давайте условно сами посчитаем. Берем данные ООН. По их оценкам, нас чуть более 44 миллионов. Это вся Украина вместе с Крымом. Отнимаем оккупированный полуостров. Это приблизительно 2 миллиона человек. И получаем, грубо, 42. Отнимаем территорию Ордло. Это еще 3 миллиона. Получаем 39. Дальше минусуем минимум 2 миллиона трудовых мигрантов, которые в Польше. 37. Отнимаем другие страны Европы, которые принимают зарабетчан легально. Это еще миллион. Получаем 36. Идем дальше. Отнимаем студентов, которые учатся за границей. Это еще 800 тысяч. Все. 35-200. Это простая условная арифметика. Конечно, это грубый подсчет. Но даже исходя из него, понятно, сейчас в Украине нас меньше примерно на 10 миллионов от заявленных официальных данных. А вот реальной картины не знает никто. Почему же перепись постоянно откладывает в долгий ящик? Ведь ее, по рекомендациям ООН, нужно проводить раз в 10 лет. Есть только два ответа. Во-первых, дорого. На это нужно больше миллиарда гривен. И солидный человеческий ресурс. Когда готовилась в 2011 году провести, Государственная служба статистики уже провела определенный обсяг подготовочных работ. И они уже набрали людей, которые интервьюеры должны были ходить по будинкам и испытывать. Это примерно 200 тысяч людей. Но существует также версия, что даже в таком вопросе, как перепись населения, не обошлось без политики. Ведь реальная статистика может больно ударить по политическому рейтингу. Власть заявляет, что у нас мало. Соответственно, оппозиции любого толка надо начинать говорить, вот, случайно, В результате перепись переносят из года в год. И теперь назначили новую дату 2020-й. Но почему так важна перепись в Украине? Ответ прост. Без понимания реальной картины невозможно нормально выстроить социальную инфраструктуру. Социальное страхование, медицина, расчет инфраструктуры для жизни людей. То есть, логично, что садики надо строить там, где растет рождаемость. А школы точно так же, больницы там, где есть пациенты. Если этого нет, мы получаем неэффективную общую государственную машину. Государственную машину, в которой не заботятся о пассажирах. Где каждый третий украинец задумывается о том, чтобы стать гражданином другой страны. Инна Томина, Богдан Савруцкий, Олег Неведомский, Ольга Паломарюк и Галина Якушко в подробности недели телеканал Интер.